и снова всем здравствуйте сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и рассмотрим боли в пояснице, тут и крестцово-подвздошный, и ППС сустав, и пояснично-подвздошный, да, вот так вот идет по загонали, и в общем-то все боли люмбага, которые называются, да, это идиопатические боли, то есть неясные причины, мы сейчас даже не будем разбираться в причинах, просто что делать, это могут быть и мышцы сокращены, и по борту замочника, и грыжа можно давить на радикул, колешок, вот этот вот, да, и тазовое защемление может быть, ППС, суставы, ущемление, да, артрит, тут артроз, значит, смотрите, такие люди, они очень боли, это переносят тяжело, они еле ходят на стол, сбираются медленно, нужно желательно, чтобы помощник или родственник был, который поможет посадить на стол, и дальше, что с ними мы делаем, мы берем также аккуратно укладываем, вот на меня заваливаются, под руки, вот так раз, разворачиваем его, и также после процедур, также, в принципе, будем поднимать за ноги, за шею, вы смотрите, на крестце практически раз, вот, ну, сначала будем расставлять, ложись на живот, сюда, головой, тут надавливающие вот эти все движения, пока с ними поосторожнее, да, в основном, больше на растяжение, чтобы растянуть, можно смотать полотенчик, продев его под подвздошные кости, подожди, но я сейчас принесу кое-что, ставьте паузу, вот будем использовать такой ремень, да, метод казачьей порки, шучу, конечно, нет, это он просто у нас для растяжения, протягиваем его под подвздошными костями, вот этим уголком, по центру, то есть вот цепляемся прямо за вот эти вот кости, спереди, да, и, точнее, извините, не так, вот, не под этот уголок, а вот под этот подвешенную часть, чтобы начнуть его по диагонали чуть-чуть назад, немножко назад вытянем, только ремень желательно не застегивайте, да, потому что пряжку может сорвать, а вот просто за счет силы рук берем на бицепс и тянем в обратную сторону, вот вытягиваем, немножко покрутили, потолкали, вот так вот, да, и когда он прослаивался, мы немножко его продавили, ну, просто не то же, можно, да? просто на то же самое, да, или одеяло, ну, что у вас, какой объем рука у вас может схватить, да, то и берете, да, ремень, бывает достаточно просто, так потянули, уже что-то выщеркнет, да, ну, ремень, это придумка от Олега Аллаховодина, вот, ну, и еще дальше расслабляем, встаем на коленке, в позу стола, так, по-говорему, тяг, не прямые руки, прямые, то есть везде прямой угол руки и бедра, и тут нам надо будет его немножко потренироваться, на вдохе вдыхаешь, поднимаешь поясницу вверх, смотрите, чтобы не грудной отдел работал, а поясницу вверх, правильно, и сами помогаете ему под животным, чтобы подталкивать вот эти вот эти вот, вот эти вот, раз, теперь выдох, и помогаете ему пролистнуть еще больше, мягко вот так вот, не так раз дышим, вдох, как будто бы зашарить, выдох, выдох, как будто зашарить, как-то тянут вверх и вдох, как будто кирпичку животу подвесный, вот, на внуке, тянется, вот так медленно растягивайтесь вдох, а вы ему помогаете, выдох, вдох, вдох, да, да, удобнее выдох делается, да, честно говоря такой прием удобно использовать для самостоятельного лечения бывает даже достаточно чтобы боль ушла самому например вот заболела с поясницы до встали на стол ноги прямые отошли вот так чтобы все было вертикально и провисает кажется ничего не ничем мы не делаем на самом деле пояснички потихонечку провисает привисает привисает привыкли к такому положению вставил в такую позу она опять тянется 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 вниз привыкли вставил в такую позу и сами себе тянете 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 и так же медленно встаем потому что позвонки растянуты да если резко замкнем их опять возникнет боль поэтому только за счет силы рук и ног подходим к столу вертикализируем ся и только потом встаем это для самостоятельного лечения и также вы к своему пациентам будете говорить что все надо делать аккуратно теперь вставай на локти поясницу я держу руки выпрямляем вперед вытягиваем приема похоже на йогу да и начинаем поясницу вытягивать вдоль да соответственно другой рукой купер из прямо в крестец и тянет противоположную сторону в разную сторону потягиваем на край коленки на сломать стул до ложись на грудь вперед и просто ложись просто ложись так же вот полезно именно за кожу ущелкнуть поперечные отростки и теперь стало стало вот такой прием опять же было типа этим проблемный пациент они очень в плане такие чувствительны поясницы поэтому подходим аккуратненько дай покажу как так же с это более аккуратно подходим к торцу стола за счет сил рук одеваемся на уголок на мягкий да вот этими поддушными костями и вот уже чувство поясницы начинают расслабляться давай также подходи медиа на кладутся с натяжкой то руками мы себя натягиваем так дальше не ехал человек опустился и мы ему соответственно здесь вот все суставы крестцово-пояснично-подвздошный подигонали растягиваем мы можем вообще по всей спине обратить подзагонали до ости лопатки потом все эти места могут просто болтаются все эти места тазовые кости от уголки прямо отбиваем себя бью на себя на декомпрессию через руку будет мягче терпимо вот можно принципе если одна полынка таза выбирает а по каким костям мы отмерим по вот этим косточкам даже ямочки это все это верхний уголок он будет выше с одной стороны торчать и ниже опущен то есть может вам фломастер нарисовать от оси раньше к слову я вам скажу что ударной техники не использовал но когда мягко не сильный удар до мягкий имеется виду когда начал использовать то получается лучший результат сразу выщелкиваются эти суставы то есть вот прощупали имеется ли но я вам схематично покажу да что допустим вот как-то вот так идут остистые вот эта ямочка здесь получается ямочка здесь получается расстояние разные да еще по высоте относительно позвоночника получается вот это чуть выше да чем этот и нижний уголок смотрим между верхним и нижним уголками буквально вот три пальца вмещается идет пачка спичек да вот то что нащупано сверху это вот этот ямочка этот уголок нижний также нащупываем примерно где-то спичный коровок откладываем вот он вот он здесь вот он ведь получается тоже чуть выше то есть вот этот разница тут сохраняется тут разница видите значит что по логике вещей нам надо будет это толкать назад а это толкать вперед по этим уголкам мы целимся больше выше нет выше сюда а выше выше сюда вверх потому что он развернулся то есть экстензия таза произошло назад вот поэтому мы пробиваем да вот туда и вперед его через ладошку терпимо да а это наоборот назад туда ну еще мягче можно сделать молотком через например шарик то есть тоже вперед чувствуется здесь вперед здесь будем толкать назад и помогать назад теперь будем еще с помощью рычага за ногу запираемся в ногу вот утром видно да ведь натяжение идет стороной руками без скольжения помогаем растянуться так теперь вставать также медленно а подожди подожди здесь же также хороши все ударными способами они все еще не все еще показал это также мы прохлопываем простукиваем то же самое да можно вот за кожу там потянуть непосредственно сам сустав ппс вот этот вот подиагонами то хватаем слышали и вот этот сустав кпс вот это тоже вот под такую под такой диагональю берем на себя у кого-то щелкнет кого-то не щелкнет у кого-то кожа толстая взяться нельзя но смотрим по обстоятельствам естественно так теперь вставай также медленно за счет силы рук поднимайся так просто этом разговариваете даже понимал что вы о нем заботитесь понимаете там боль она так просто не отпустит ноги подтягивай вертикальзивы спину потихонечку все и вот так вот место встаем и теперь ложись на стол также сюда головой на живот на доме сюда позже вот поставим подушку в принципе в той же позе то же самое можно было сделать да просто кто-то там экономит время обхода вас вокруг стола кто-то прямо здесь делает на столе и вот эти позвонки которые развернуты и вот этот сокращенный сустав да мы его отшибаем об свой сустав пальца большого прям сюда в ппс втыкаем и а в позвонки чтобы они развернулись прямо вниз на получается по диагонали сюда объем в наше направление но для это там нам надо растянуть то есть берем за ногу тянем вот сюда с той стороны растянули и сюда его забиваем а это только демонстрация не беспокойтесь так и теперь вынимаем подушку предупреждать что при ударе может быть и нарваться в ногу прострелы защемляется ущемляется дальше нет можно туда прострел теперь берем вот эту ногу опять немножко увеличен берем за коленку вот отвечать меньше да давайте через прямую ногу оставили бедро вот сам сустав ппс вот это ось мы упираемся ну давайте так с рисунком что было лагунью раскрутили раскрутили расслабляй расслабляй плечо ой ягодицу бедро расслабили расслабили нога на себя этого как от себя а и вот такой толчок так же можно за бедро дернуть ну только в этом случае не эту ногу придется дергать а вот эту потому что скорее всего это надо будет укорочена и нам надо будет толкать таз назад поэтому мы сзади дергаем вот так вот через бедро на крестец вот видите расстегивается здесь для этого упираемся эти положено чтобы могла прямая через нее стол терпим да здесь растянули и вернули на себя так ну давайте перейдем к кпс до соответственно его тоже мы уже простучали вот тут вот эти места тоже простучали теперь поворачиваем человека спиной вниз лицом солнцу пупком к солнцу так вот с этой стороны он был мы помним да это была права сторона тут было сокращение и кпс был зажат вертикально ставим бедро заворачиваю ногу туда и ставим свои пальчики под этот сустав плана вида не будет часть покажу на скелете то есть вы смотрите первый вот эти фаланги не стали ставим до проименаем ими если не получится загибаем руку ставим вот эти фаланги пор стол если маловато будет доставим руку вот так получается вот эти фаланги вот эти фаланги у нас раскачивают этот сустав вот прям сюда то есть то что мы нащупали зале бугорок вот этот вода да под него вот туда сантиметр буквально заходим и вот сюда ставим пальчики него это фалангу либо вот эту фалангу либо вот эту фалангу и также вот здесь так же ставим получается у нас 3 по сути места 1 2 3 ну давай попробуем сразу большую поставить вот нащупали здесь где начерчено до самую верхнюю часть за нее зашли туда глубже к центру и вот туда поставили свою фалангу раз и обнюю растираем с упором в колено этот сустав так слабенько чувствуется почему это слабенько да значит ставим другую фалангу побольше вот это кпс и теперь передвигаем чуть повыше на поясницу тоже чувствуется вот так вот отталкиваем назад я ведь и толкаю в длину вытягивал таз поясничку растягивал но рукой ты чувствуешь попадаешь да может конечно придумать что-то например я придумал вот такой вот элемент ластик да ну вот можно вот такой высотой поставить можем такой высоты да но опять же он пути резиновый да ну во первых неизвестно попадешь не попадешь как все-таки чувствительные ну лимбу можно нарисовать ломастерной под этот формат под рисунок подставить вот и теперь получается как это у нас ушла нога таз назад экстрензия да а это на флексию проверяем это еще по передним уголкам подзвучной кости вот уголок получается относительно оси полость отсек голове вот этот выше видите он ушел назад но у тебя просто наоборот не так я нарисовал ты же модель у нас ты же нереально больной да вот у него вот это видите ушла выше туда а это вперед теперь по высоте вот такой смотрим на стола это сюда ушла вперед да то есть все на самом деле не так и нарисованы наоборот наоборот да значит нам надо получать эту толкать назад это толкать вперед для этого мы прежде всего тут она скорее всего украшения потому что мышцы болеет то есть мышцы и связка поднимающие бедро удостовериться за счет длины ног не могут быть и ровный как мы меряем ноги до смотрим по лодыжки вот эти уголки косточками должны быть на одном на одной высоте теперь чуть-чуть внутри на 2 миллиметра чуть длиннее потом смотрим по пяткам вот видно да что она чуть чуть длиннее это пятка выступает сверху сверху смотрите сверху и смотрим теперь вот отсюда подлин по высоте пальцев вот пальцы тоже выше чем этот ведь чуть чуть выше так значит длинную ногу мы берем укорачиваем чуть-чуть за счет того что толкаем туда и в бедро получается бедро и таз тоже таз тоже будет шевелиться а это вытягиваю на себя поважный корпус так вы уже делали теперь вот эту мышцу растягиваем вот этим приемом когда свешиваем его сюда с помощью пир вдыхаем вдох и ногой толка вверх выдох и тут у меня упор именно в подвздошную кость мягким берем больше делаю выдох выдох это подвздошно пластичные бедра передние бедра вдох выдох нет то есть рано сказал ну я тороплюсь конечно все это более детально и более спокойно в ритме делается да то есть надо на каждое растяжение потратить секунд десять на промежуток между ними 3 5 секунд потратить да вот и теперь за бедро таз ниже этот выше да ты зовут это бедро тянем вниз а тут упираемся в поясничную кость вот прямо так растягиваем напряжение создаем и тянет тут не за мясо мы берем да прямо до костишек пусть тянуть за кость вытягиваю ну если там какая-то хузненькая девочка ребенок можно до подошедать и прямо и вот так вот подправить подправить взрослый мужчина вряд ли получится хотя получилось да вы смотрите выровнялись выровнялись и по высоте и по длине стола ну и еще прием теперь проталкивание таза и бедра если на одинаковые вот по высоте также смотрим бедро сюда и сюда уж какой уж а по стопам может у тебя не одинаковые сейчас ну давай поступим не поступим бедро мы не увидим не нет вот пора за разговор по развалу так уже поправили надо было заранее так ну давай все мы так расставы ножки падают вот ну у тебя практически одинаковый развал чуть-чуть это больше да получается как правило нам это говорит то есть если это нога нога должна вот так вот лежать здоровье человека одна друга отваливается больше это значит получается у нас тазовая кость пошла на экстензию это даже как бы вот логично посмотрите если человек стоит у него тазовая кость сюда ушла и нога укоротилось заживнулась даже пусть пошла вперед нога вот так вот заваливается так черный ходить и не только тазовая да ну и беда на это то есть это может быть не назван может быть беда на на проверить здесь проблема ну то есть кпс проблему либо в бедре проблема там вообще много положения получается таза тазовая кость и смотрите сюда раз сюда два потом вовнутрь 34 наружу до вверх-вниз еще раз это 5 6 6 положение для одного бедра плюс вот для тазовой кости до 6 другой стороны получается и для этого тоже вариации в общем назад вперед укоротилась вверх то есть тоже как минимум четыре положения до 4 плюс 6 получается 20 ой 10 и плюс 10 то есть около 20 положения понимаете получается это значит на досконально проверить прощупать откуда идет натяжение мышечное ну вот давайте попробуем попробую таза как этот был вперед да сейчас мы будем толкать его назад таким образом что вот эту руку подкладываешь себе самых верхней косточкой вот это прямо на крестец отсюда ложишься на нее ну через руку толкаем бедро сюда на себя поскольку берется о вкусу как раз там бедро сустав в крице да пс вот кпс да да то есть тут потянется сразу и бедро и кпс все пускай видишь вот моего пробили вот так про массировали лично сколько моего разглазили теперь он так и ушел назад ну если на руке тяжело лежать пробуем тогда очередной пластик подложила прям под копчик крестец вот так так наверно высоко будет так мама остальное с рукой такое же натяжение а попробуй теперь на ребро поставить да по середине смотрите да по середине вы не поставите власти статус помешают вы поставите вот раз сюда куда надо и через свой ластик будет толкать вот туда бедро то есть не по центру чуть по центру чуть просто не удастся датами убирают эти ассисты там буквально пять сантиметров центра есть очень метров ой упал просто на рябли не стоит да ну достаточно да вот на такой высоте достаточно это достаточно или ладонь смысл один тот же до хрустного значит давай пять у нас получилось кто молодец я молодец запишитесь на тренинги коллегу алафу гудвину и вы еще и не такое узнаете у нас много тонкости много нюансов работы с телом человека это энергетические техники это и миофасциальные техники это и крайне сакральные техники в общем все обо всем в одном видео видео не расскажешь поэтому подписывайся на этот канал он обучающий там есть много полезных видео уроков до новых встреч друзья